Азербайджанский народ Азербайджанский народ Азербайджанские позиции, расположенные вдоль линии фронта и близ сел Тартерского, Агдамского, Физулинского и Джабраильского районов Как и в результате предыдущих актов агрессии, совершенных Арменией, новое обострение ситуации в регионе также привело к жертвам среди мирного населения Однако в этот раз терпение Азербайджана подошло к концу. Народ требовал решительных мер Сегодня Азербайджанская армия на своей территории защищает территориальную целостность Азербайджана Что делает армянский солдат на нашей земле? Что делает армянская армия на нашей земле? Ни для кого не секрет, что 90% личного состава армии Нагорного Карабаха состоит из граждан Армении Армения – государство-оккупант Этой оккупации должен быть и будет положен конец Мы на справедливом пути, наше дело правое, мы победим Карабах наш, Карабах – это Азербайджан С этого самого момента международные организации более не могли кормить Азербайджан иллюзиями о мирном урегулировании Карабахского конфликта В стране было объявлено военное положение и комендантский час, а днём позже – частичная мобилизация За короткое время боестолкновения в Карабахе ужесточились и переросли в полномасштабную войну Уже ко второй половине первого дня войны азербайджанская армия освободила пять сёл Физулинского и два села Джабраильского районов Между тем, со стороны Армении под обстрел попадали города и другие населённые пункты, расположенные вне зоны боевых действий Одним из таких был и город Тер-Тер С первого дня военных действий, вплоть до их завершения, город Тер-Тер неоднократно становился мишенью армянских вооружённых сил Так, 28 сентября 2020 года под обстрел тяжёлой артиллерии попал автомобиль скорой помощи В результате пострадали двое человек, 52-летнему водителю скорой оторвало ногу В результате взрыва ещё одного снаряда погиб прохожий Тогда же были нанесены удары и по двум сёлам Тер-Терского района, вследствие чего серьёзно пострадала инфраструктура населённых пунктов Всё это произошло лишь на второй день войны Впереди предстояли тяжёлые испытания и упорная борьба за восстановление территориальной целостности Азербайджана В общей сложности за 44 дня жертвами армянской агрессии стали 17 жителей Тер-Терского района, в числе которых женщина и ребёнок Ранения получили 63 человека Окупанты сравняли с землёй 133 дома Нанесли ущерб 14 школам, 3 больницам, 18 административным и 65 общественным жилым зданиям В свою очередь азербайджанская армия продолжала давать отпор противнику на поле боя К утру 2 октября азербайджанские войска установили контроль над господствующими высотами вокруг посёлка Сугов-Ушан Одновременно значительно продвинувшись на Джабраил-Физулинском направлении Вражеская артиллерия и авиация работала беспрерывно Мы контролировали территорию с высоты при помощи беспилотников Параллельно с этим незаметно продвигались по склонам гор Задача заключалась во взятии стратегических высот И слава богу мы выполнили эту задачу без единой потери Уже к следующему утру высоты были под нашим контролем После чего мы взялись за освобождение Худофиринского моста Меня переполняло чувство гордости, когда мы водрузили наш флаг здесь Ведь я знал, что Худофиринский мост лишь по его изображению на обложке учебника по истории Азербайджана Теперь же я являюсь одним из тех, кто внёс свой небольшой вклад в освобождение Худофирина от оккупантов Чем я безумно горд? Ожесточённая борьба шла не только на поле боя, но и в информационном пространстве Армянское лобби, действующее в разных уголках мира Развернуло масштабную агитационную кампанию против Азербайджана Умышленно искажая истинные цели официального Баку На этом фоне не вызывала удивления порой откровенно предвзятая позиция отдельных стран и официальных лиц в отношении Азербайджана Мировое армянство старательно пыталось убедить всех в том, что война в Карабахе носит религиозный характер В ответ на абсурдное обвинение о якобы намерении Азербайджана стереть следы христианского наследия Карабаха Мировому сообществу были представлены кадры осквернённых сепаратистами мусульманских святынь Мечеть 18 века в освобождённом от оккупации селе Мамар полностью разрушена Наряду с вандализмом религиозно-культурный памятник после оккупации в знак оскорбления превращён армянами в свинарник Мы призываем ЮНЕСКО, ИСЭСКО и Организацию Исламского Сотрудничества серьёзно осудить эти варварские действия Пока большая часть стран мира и международных организаций избегала прямых осуждений действий Армении, противоречащих всевозможным конвенциям Турция в очередной раз продемонстрировала свою солидарность с Азербайджаном Моральная и политическая поддержка турецкого лидера Раджепата Ипэ Эрдогана Его решительная позиция с самого начала 44-дневной войны и до её завершения показала всем, что Азербайджан не одинок в борьбе за правое дело Приверженность Анкары международному праву стала неоднократно звучать с различных трибун Армения ещё раз продемонстрировала, что она является самой большой угрозой мира и спокойствия в регионе Турция сегодня, как и всегда, со всеми своими возможностями находится рядом со своими азербайджанскими братьями Международное сообщество, которое не может дать необходимую адекватную реакцию на агрессию Армении Ещё раз демонстрирует политику двойных стандартов Минская Трия, которая в течение почти 30 лет поддерживала свою небрежную позицию, к сожалению, не ориентирована на решение конфликта С каждым днём бои на фронте становились всё более ожесточёнными И каждый из этих дней сопровождался новыми достижениями азербайджанской армии 4 октября, то есть спустя почти неделю военных действий Вооружённые силы Азербайджана освободили от оккупации город Джабраил и несколько сёл одноимённого района Между тем, армянское министерство обороны продолжало отрицать продвижение азербайджанских войск Вводя в заблуждение собственный народ Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Тпитер сейчас одна за другой празднуют освобождение Джабраила Что является очередной фальсификацией А чуть позже документально представим их побег Тот факт, что фальсификацией в данном случае является лишь популистская риторика армянской стороны Бравые войны Азербайджана доказали водружением национального триколора в центре города Джабраила Очередная победа на поле боя досталась Азербайджану не только потерями в личном составе Вооруженных сил, но и гибелью мирного населения, которое Армения продолжала терроризировать с первых дней войны Следующей жертвой страны-агрессора стала Гянджа Первый удар по Гянджа пришелся на 4 октября, в день освобождения Джабраила Тогда погиб один человек, а 32 мирных жителя получили ранения Но на этом оккупанты не остановились Бомбардировки города продолжились 5, 8, 11 и 17 октября В результате следующего удара по жилому кварталу погибло 10 человек А здание, попавшее под обстрел, превратилось в руины В общей сложности с жертвами трагического события, вошедшего в историю как бомбардировки Гянджи Стали 27 человек, среди них женщины и малолетние дети Своими преступными действиями страна-оккупант намеревалась создать панику Расшатать ситуацию внутри Азербайджана, но в конечном счете, напротив, лишь укрепила моральный дух азербайджанского народа Похожая трагедия с таким же количеством смертей среди мирного населения Настигла еще один город, расположенный вне зоны боевых действий – Борду И в очередной раз дети пали жертвами армянского терроризма Бомбардировки Борды произошли спустя чуть больше 20 дней со дня первого удара по Гянджи А до тех пор Армения принялась искать другие методы сдерживания азербайджанской армии В частности, угрозы подорвать Мингичевирскую гидроэлектростанцию с армянской стороны звучали неоднократно Еще задолго до обострения в сентябре 2020 года Полномасштабная война стала подходящим поводом воплотить свои коварные планы Являясь крупнейшей гидроэлектростанцией не только в Азербайджане, но и во всем регионе Южного Кавказа Мингичевирская ГЭС играет важную роль в энергетической системе страны Зная о важном стратегическом значении данного объекта для Азербайджана Армяне не могли не взять этот факт на заметку По городу Мингичевиру было запущено три ракеты Одна из которых упала в непосредственной близости от энергоблока Жертв удалось избежать, и сама ГЭС также не пострадала Однако несложно представить, каковы были бы последствия ее возможного разрушения В случае потенциального взрыва на плотине Мингичевирской ГЭС Страна погрузилась бы во тьму, а ее значительная часть, включая столицу, оказалась бы под водой Освобождение поселка Гадрут Ходжавенского района Кардинально изменило ситуацию на Южном фронте в пользу азербайджанской армии Гадрутская операция была важна как с военной, так и со стратегической точки зрения Из-за географического положения населенного пункта Здешние позиции позволяют контролировать жизненно важную дорогу в Карабах Потеря контроля над ним вынудила армянские части, обронявшиеся в Физулинском и Джабраильском районах Отступить с укрепленных позиций из-за риска окружения А для азербайджанских войск открылась жизненно важная дорога К стратегически важным населенным пунктам Карабаха В Шуше и Ханкинди Наши войска, очень много личного состава и боевой техники, вооружения Вот этот первый перевал, самый трудный перевал, который они преодолели Здесь у них были подготовленные позиции Вот на склонах вот этой высоты и на этой высоте Были размещены крупнокалиберные пулеметы и противотанковые средства Все это мы наблюдали ночью и расчищали путь нашим войскам, пехоте Войскам специального назначения и войскам армейского корпуса, нашего армейского корпуса За ночь мы расчищали все вот эти вот преграды, все огневые точки поражались И естественно наши войска стремительно, стремительно поднимались на эти горы Позиция Азербайджана оставалась предельно ясной Военные действия прекратятся, как только армия не откажется от территориальных претензий к Азербайджану И выведет свои вооруженные силы с ранее оккупированных районов Несмотря на твердую решимость восстановить свою территориальную целостность Официальный Баку, проявив жест доброй воли, согласился на гуманитарное перемирие Соглашение было достигнуто в Москве в результате длившихся более 10 часов Переговоров глав МИД Азербайджана и Армении При посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова Объявляется о прекращении огня с 12 часов 0 минут 10 октября 2020 года В гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших При посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста Второе. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно Третье. Азербайджанская республика и Республика Армения При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ На основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам С целью скорейшего достижения мирного урегулирования Четвертый. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса В Москве и для нас очень важно понять, что это все значит Главный фактор прочности режима прекращения огня будет заключаться в том, что армянская страна больше никогда не увидит эти территории И не будет делать никаких попыток отбивать их военным путем Заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому изданию РБК Однако мириться с подобным исходом Армения не собиралась, что и доказало очередным террористическим актом Тем самым нарушив взятые на себя обязательства по прекращению боевых действий в гуманитарных целях Ночью того же дня армяне нанесли третий ракетный удар по Гяндже, что побудило Азербайджан продолжить освобождение своей территории Так, бои возобновились на Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях И спустя почти неделю копилка армии Азербайджана пополнилась новым крупным военным успехом Освобождением от оккупации города Физули Враг строил укрепления на этих землях почти 30 лет Он и подумать не мог, что азербайджанская армия сможет продвинуться до такой степени Наше преимущество в первую очередь заключалось в высоком боевом духе Ведь наше дело правое, мы не захватывали чужого, а бороясь за освобождение своей родины Мы думали только о том, чтобы идти вперед и не шагу назад Вторая по счету договоренность о прекращении огня также потерпела крах В ответ на провокации оккупантов вооружённые силы Азербайджана отбросили войска врага от Зангелана, полностью восстановив границу с Ираном на юге 20 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об очередном крупном успехе азербайджанской армии Славная азербайджанская армия вошла и на территорию Зангеланского района, обеспечила освобождение населённых пунктов Сообщаю названия освобождённых сёл на территории Зангеланского района Сёла Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангелан Зангелан наш, Карабах наш, дорогой мой народ, дорогие зангеланцы, физулинцы, ходжавенцы, джебраильцы и жители других оккупированных районов Мы выполняем свою миссию, даём достойный ответ врагу Мы наказываем врага, враг бессилен перед нами, мы ломаем хребет врагу и сломаем, Карабах наш Да здравствует Азербайджан, да здравствует азербайджанский народ Бои за зангелан велись при участии пограничных войск Город был освобождён в короткий срок Участники зангеланских боёв с воодушевлением вспоминают одну из наиболее ответственных операций в 44-дневной войне Перед непосредственным освобождением от оккупации города Зангелана перед нами стояла задача освободить все пункты в направлении реки Арас А именно Доледакский хребет, Кудоферинский мост, а также очистить окрестные земли от вражеских сил После чего 19 октября мы двинулись в зангеланском направлении Мы подошли к мосту, ведущему в зангелан, и провели наблюдение Убедившись в том, что незаконные поселенцы покинули город, мы создали огневые группы на высоких холмах, чтобы контролировать и обстреливать пункт Нам сообщили оперативную информацию о том, что вражеские военнослужащие устраивают засаду на окраине города и ждут Наша группа провели разведку и вошли в зангелан Центр города и улицы были очищены от врага, и мы водрузили там наш триколор Впервые в военных сводках было упомянуто губадлинско-зангеланское направление фронта Со дня освобождения Зангелана не прошло и недели, как азербайджанская армия 25 октября вытеснила врага из города Губадлы Если ранее руководство Армении и марионеточный режим в Карабахе отрицали все заявления Министерства обороны Азербайджана об освобождении того или иного населенного пункта от оккупации, то теперь скрывать очевидное не представлялось возможным Вчера вечером во время боев азербайджанской стороне удалось захватить город Губадлы и по некоторым направлениям продвинуться вперед Да, противник на некоторых направлениях имеет удачу и приблизился к воротам Сюника, но ситуация не критическая Иногда мы отступаем, но это не критично. Продолжаются ожесточенные бои, но ситуация не безысходная Освобождение Губадлы и окрестных сел – результат успешных военных операций, проведенных на высоком профессиональном уровне и в соответствии с четкой боевой тактикой, в ходе которой враг был взят в окружение Нанесение сокрушительного удара по вражеским силам в Джевраиле, расположенном к востоку от Губадлы и успешные операции в Зангелане на юге создали условия для выхода подразделений вооруженных сил Азербайджана к административным границам Губадлинского района Наступательная операция началась рано утром, и азербайджанские части вступили в бой, приблизившись вплотную к противнику Мы должны были взять под контроль дорогу Губадла-Лачин и занять высоту Эта задача также была успешно выполнена, значительные силы противника были нейтрализованы В то же время в результате наступления на Зангеланском направлении противник был полностью взят в окружение Понеся потери, противник бросил оружие и технику и обратился в бегство В результате этой успешной операции и высоты, и город Губадлы, и окрестные села перешли под контроль нашей армии В то же время, как и было поручено, мы перекрыли дорогу Губадлы-Лачин Взять на себя роль посредника между Азербайджаном и Арменией, тем самым продемонстрировав свою значимость в регионе Южного Кавказа, намеревались и США Третья попытка гуманитарного перемирия была предпринята уже при содействии Вашингтона 24 октября помощник госсекретаря США Стивен Бигун встретился с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Нцаканяном В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили приверженность своих государств соблюдению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях, согласованного в Москве 10 октября Гуманитарное перемирие начнет действовать с 8.00 местного времени 26 октября 2020 года США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному регулированию конфликта вокруг Карабаха Предсмертная агония Под таким заголовком средства массовой информации публиковали статьи о действиях вооруженных сил Армении Окупанты же продолжали вброс фейковой информации Но приближалось самое важное наступление азербайджанской армии Главная цель – город Шуша Бои за установление контроля над стратегически важным городом Шушой – один из ключевых эпизодов Второй Карабахской войны 28 лет тоска по Шуше жила в сердце каждого азербайджанца Освобождая ее, азербайджанские герои совершили немыслимый подвиг Эта операция вошла в историю Азербайджанские подразделения обошли контролируемые оккупационными войсками дороги и продвигались по горам, ущельям На подступах к городу они пошли на штурм, приняв решение атаковать по отвесному склону горы, на которой находится Шуша Перед ними стояла тяжелая задача – подняться вверх над пропастью, на краю которой стояли армянские силы Азербайджанские войны доказали, что успех армии связан не только с использованием современной техники В попытках остановить наступление азербайджанского спецназа, армяне прибегли к тактике выжженной земли Устроив пожар в живописных шушинских лесах, в горном массиве и ущельях южнее города Бои продолжались неделю Мы начали двигаться к Шуше через высоту, что расположено над селом Чанахчи 6 числа мы вошли в Шушу в целях обеспечения связью наших сил, воюющих там 8 ноября верховный главнокомандующий президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша Наша армия всегда была в центре внимания государства и она была обеспечена всеми видами снабжения Даже в самый разгар боя и несмотря на сложный рельеф, наши подразделения были обеспечены всеми средствами связи А это и радиосвязь, телефонная связь, видеосвязь и связь для передачи данных Оккупанты наносили артиллерийские удары и готовили засады против азербайджанских подразделений, пытавшихся продвинуться вверх к Шуше Тем не менее, 4 ноября азербайджанским силам удалось взять прочный контроль над горами южнее города и дороги в сторону Лачина После чего они быстрым броском сокрушили оборону противника В целом, каждая из военных операций, проведенная в течение 44 дней, была непростой Операцию по освобождению города Шуша в особенности затруднял рельеф этой местности Враг был полон решимости оборонять Шушу Но у каждого бойца азербайджанской армии было значительное преимущество – боевой дух Мы боролись за свое, за земли наших предков Ночью 6 ноября под покромом тумана бойцы азербайджанского спецназа взобрались на отвесные скалы и незаметно проникли в город Оказавшись в городе, они заняли оборону и установили дополнительные блокирующие позиции и места для засад вокруг города Чтобы в дальнейшем предотвратить подвоз под крепление для оборонявшихся армян Битва за Шушу в конечном итоге свелась к ближнему бою от здания к зданию К полудню 7 ноября большая часть города была под контролем Азербайджана А на утро 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением, которого азербайджанский народ ждал с десятилетиями Азербайджана Ильхам Алиев Очередная договоренность о прекращении огня была достигнута при посредничестве Москвы Но в отличие от других попыток прекратить боевые действия, трехстороннее соглашение подразумевало фактическую капитуляцию Армении Страна-оккупант обязалась вывести войска, в том числе из тех районов, где активные боевые действия не велись Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского Благодарю вас, Владимир Владимирович Спасибо большое, Владимир Владимирович 30 лет переговоров с армянским руководством убедили Азербайджан в одном Надежда на безусловное соблюдение взятых на себя обязательств со стороны Еревана обречена на провал Так, пункт трехстороннего заявления о полном выводе незаконных вооруженных сил с территории Азербайджана был проигнорирован Сепаратисты продолжали играть в независимость вплоть до сентября 2023 года Когда Баку вынудил остатки незаконных формирований в Харабахе сложить оружие и покинуть суверенную территорию Азербайджана Азербайджан, немедленно предприняв необходимые шаги, заслуженно наказал врага Были начаты антитеррористические мероприятия локального характера И всего за один день все стоящие задачи были выполнены Террористы были наказаны, и Армении еще раз было продемонстрировано, что на любую их провокацию будет дан достойный ответ В результате начавшихся вчера около 13.00 антитеррористических мероприятий и их успешного завершения Азербайджан восстановил свой суверенитет Сегодня для простых людей, живущих в Харабахе, создан новый исторический шанс Они не должны упустить этот шанс, мы к этому готовы, и азербайджанский народ это знает Убежден, что армянский народ тоже знает, что я верен своему слову В жизни Азербайджана, выигравшего войну, началась новая эра В освобожденном Харабахе начались восстановления разрушенных врагом городов и сел Прокладка дорог, строительство аэропортов Здесь за каждую горсть земли шли тяжелые бои Сегодня эта земля, пропитанная кровью сынов Азербайджана, бесценна для нас На освобожденной земле уже возносятся молитвы в мечетях У величественных гор звучит волшебный мугам Стихи азербайджанских поэтов воспевают героев прошлого и настоящего Все это стало возможным благодаря самоотверженности и храбрости азербайджанского бойца Память о мужестве и отваге сынов Азербайджана навсегда в наших сердцах Геополитические реалии в регионе кардинально изменились Одной из ключевых перемен стало укрепление позиции Азербайджана Как региональной державы Победа над агрессором позволила стране не только вернуть контроль над своими территориями Но также повысить свою международную значимость Восстановление территориальной целостности открыло перед Азербайджаном Новые возможности для развития экономики Малая гидроэлектростанция Кельбаджар-1 мощностью 4,4 мегаватт Построенная в Кельбаджарском районе Лишь небольшая часть масштабного проекта по превращению Карабахского региона в зеленую зону Вместе с тем были начаты работы по восстановлению инфраструктуры освобожденных территорий За три года Азербайджан добился значительного прогресса в этой области Кафе, магазины, велодорожки, широкая площадь с фонтаном и монументом в виде голубей, олицетворяющих мир Глядя на здешнюю инфраструктуру, сложно поверить, что еще совсем недавно здесь царила разруха, а земля была усеяна минами Однако все это – лишь начало еще больших достижений Новые достижения не заставили себя долго ждать Параллельно с восстановлением освобожденных территорий Туда постепенно стали возвращаться истинные хозяева этих земель Что такое тоска по родному дому? Ответ на этот вопрос уроженцы Лачина знают, как никто другой Они испытывали это чувство на протяжении 30 лет Но отныне несправедливости положен конец Выходцы из освобожденного от оккупации города Лачина возвращаются на малую родину Горечь потери в их глазах, наконец, сменилась радостью изобретения земли своих предков Чувство гордости объединило всех без исключения теперь уже бывших вынужденных переселенцев Вот уже 30 лет, как мы тоскуем по нашей родной земле А теперь возвращаемся туда, и нашей радости нет предела Много лет мы прожили в Баку, и это наше родное место Однако земля, где прошло мое детство, имеет особое значение для меня Мы покинули Физули 23 августа 1993 года Тогда мне было 13 лет, а моей будущей супруге было 10 лет А сегодня мы уже возвращаемся в Физули с внуками Моя мама уроженка села Агалы Я же здесь впервые Сегодня я приехала сюда с мужем и детьми Вся моя семья будет жить здесь Это наша родная земля В жизни каждого азербайджанца начался новый этап Где нет места тоске по родному дому Освобождением своих земель от оккупации Азербайджан Доказал не только приверженность международному праву Но и стремление к мирному сосуществованию Сегодня перед азербайджанским народом стоит ответственная задача Передать подрастающему поколению наследие мира и гармонии Для построения еще более справедливого и процветающего будущего Каждый из 44 дней Второй Карабахской войны Вписан золотыми буквами в историю Азербайджана Это летопись героизма и мужества сынов Азербайджана Завоевавших победу, которую мы ждали почти 30 лет 30 лет мы ковали эту победу И добились ее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok